Русская империя Русская империя и русский мир в целом невозможно защищать только силой государственной машины, какой бы сильной она ни была. И Александр II это прекрасно понимал. Сегодня эта идея стала как никогда актуальной и связь времен, связь поколений и связь событий мы ощущаем это на себе. Некоторые и здесь присутствующие, и многие из наших братьев-добровольцев принимали участие и в событиях Южной Осетии. Ну, 140 лет назад на Балканах не были, по понятным физиологическим причинам. Но позже, в том числе Виктор Владимирович, его товарищи, тоже защищали Балканы. И события повторяются. Повторяются потому, что Россия как империя, как большой русский мир, как самостоятельная цивилизация подвергаются постоянным попыткам разрушения со стороны наших врагов. И так и должно быть. Ради чего мы прилагаем и приложим все усилия, в том числе, если надо, то ценой своей жизни. Это русский мир, это соответствующие территории, это Украина, это Грузия, это Молдавия, это Балканы, это Белоруссия. Это все то, что принадлежит России по праву. Касович Диан. Второй или первый Диан. Береж Диан. Касович Иван Владимирович. Качалин Александр Викторович Смирнов Сергей Николаевич Ницаев Антон Петрович Добровольческое движение В данном случае союз объединяет Людей, прошедших Донбасс Участвовавших в событиях Либо гуманитарной миссии Либо какая-то другая деятельность И для того, чтобы люди не потерялись Чтобы у них была взаимопомощь, взаимосвязь Для этого существует союз Для этого мы, собственно, стараемся работать У вас какой поздно мне позабы? Я позабы? Монгол А, кстати, я хотел спросить А вот это вы как раз из той знаменитой комбурты Монгола-бурятов, которые, как говорит Украинская сторона, зашли в Донбасс Грубо можно и так сказать А скрипился Монгола, а вот вы с какого периода воюта на Донбассе Когда вы приехали? С июня месяца 2014 года С июня, да? А почему вы приехали? Ну, во-первых, мы смогли смотреть на то, что гибнут там женщины, дети Ну, и в память ветеранов Микоотечественной войны, когда уничтожали немцев Естественно, продолжим Ну, чем для вас играется Донбасс? Донбасс? Ну, Россия Россия, она одна Русь, она великая Там не надо смотреть Белоруссию или Украину или Россию Мы едины А в каких подразделениях воевали? В одном В каком? В Аброн-Одессе Дальше казаки Казаки, да? Ну, сейчас казак Чем является для вас Донбасс? Донбасс? Родина отца моего Дядька там у меня Ну, и все-таки русская страна это А не хохляцкая Вот за эти... то, что бандеры там творят, фашисты, говорю, бандеры Вот за это пошел туда, если честно, воевать Я их убивал и буду убивать А вы сами, ну, из Узбекистана, а почему вы решили, ну, как бы, помочь русским людям Донбасса, почему вы поехали? Ну, честно говоря, я поехал туда ради детей Ради детей? Да А почему родить детей? Вы оттуда, да, родом? Нет А там... что значит родить детей, объясните? Ну, там начали детей убивать В улице Донбасса Да А представьтесь, пожалуйста Мой позывной Бурят Бурят, так вы... Да Нет и Бурят, которые, так сказать, бурятские бронетанковые дивизии Да Июль 2014 года я первый раз приехал, ну, глядя на все то, что творилось в тот момент, я просто, ну, не смог не приехать Угу И вот решился и приехал А где воевали? Ну, ДНР, ЛНР, то есть... А в составе какой бригады или батальона? В начале... в начале в Донецке я был... был такой комендантский батальон, базировался он на бывшем СБУ, где находилось Потом я переехал, все основное время было в Призерке В Призерке? В Призерке? Да А скажи толсто, я хотел спросить, а вот все-таки вот роль бурятов в Донбассе, как говорят украинцы, была решающей или нет? Мы повлияли, да, немножко, но мы повлияли, несли свой вклад небольшое в общее дело А чем является для вас Донбасс? Донбасс... Что мне нравится? Люди... Люди... Ну, здесь все мои товарищи, все мои друзья, поэтому я, как и все, как и все решили Мы работаем с любыми организациями, со всеми добровольцами, которые участвовали в событиях Работа это организационная, это медико-социальная помощь, это материальная помощь, это лечение Ну, это мы стараемся охватить все стороны жизни у людей Плюс помощь в обустройстве на работу, потому что это для многих проблема Правда в мире Донбасс является острым правдой в мире? Да В обустройстве на работу мы не считали, но я думаю, что это тоже больше двух сотен уже ушло Помощь в вывозе тел погибших тоже, наверное, больше десяти И материальная помощь, но тут вообще очень сложно посчитать, потому что это регулярно, это очень много Не важно, ничего Ну, весны, ничего Ну, надо быть, это всё, не надо, ну ладно, допустим, значит Ну, там и что надо Вот, ну, это вообще Дорогие Да Вот К Вот 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 Добро пожаловать в Казахстан!